что сегодня значит мы будем загружать 1 газель уже уехала снимать я не стал приеду на базу покажу то что мы привезли это горбели сейчас значит пацаны вот начинают таскать бревна будем грузить сейчас приближу вот кругляк ну и там кое-какие плоские бревна нас будем загружать и уже второй ход к я будем отвозить все это к себе на базу для строительства оба в принципе объем небольшой так есть под на базе покажу что получилось что ж привезли все вот пока разгрузили вот так вот весь объем что у нас получилось есть три вида 1 это кругляк вот он есть доски плоские есть горбыль так значит ожидает нас работа большая горбылик вот по очистке сбиванию сучков с горбыля таких вот вещей и подготовки его уже к нашему проекту будем заниматься этим вопросом территория есть работать можно вот такой объем мы сегодня перелопатили но в дальнейшем уже будем полигмунчику делать и показывать освещать что у нас получилось здорово народ с вами я макс и давненько я ничего не выкладывал примерно где-то месяца три-четыре но всему есть как раз причина и наверно моя одна из самых главных причин это была лень ну плюс ко всему очень насыщенный год поездками был прям очень удачно мы в этом году съездили приглашали много куда по семнахи вообще прочим просто очень много мест было который мы посетили сейчас вот на скидку тула москва там новый усмы давно куда еще приглашали тут еще по месту где побывали у нас тут как говорится проходил фестиваль свой провели свой фестиваль о нем конечно я сейчас и расскажу нады были мы много материалу на строительство нашего проекта елецкий набат ролик вы увидите в конце правда он будет без звука ибо я так сказать отключил так как звук youtube мне постоянно пишет жалобы ну что это чьи-то авторские права из-за этого я звук отключил когда следу по пути джимми дереста он тоже все без звука делает и показывает это все ну и я решил тоже не париться потому что ну лень мне сидеть разбираться со всем этим делом подгонять все это корректировать вот как есть так есть так как у нас нету площадки для проведения нашего фестиваля нам приходится изгаляться охота чтобы фестиваль провести хорошо то так чтобы к нам приезжали люди заново чтобы понравилось всем хотели ну там опять вернуться корениться и проводить этот фестиваль постоянно но вернусь к нашей крепости потому что мы ее строим за свои деньги и сделаем ее полностью разборно сборную у меня родилась идея что все должно быть компактно и как бы чтоб все смотрелось цивильно пришлось постараться в этом проекте и мне помогал конечно клуб в осуществлении этого проекта кстати получилось довольно таки неплохо с такие с такой крепостью можно даже вот выезжать на фестиваль на какие-то брать то есть делать имитацию крепости и собирать ее собирается все примерно часа за полтора при наличии людей и шуруповерта потому что все на болтах ну в ролике вы все увидите там принципе все соединяется несложно так как ресурс был у нас ограничен в начале ролика вы увидели там объем пиломатериалов которые мы смогли приобрести вот вот из этого мы пиломатериалы исходили короче я тебя слепил из того что было получается по моему проект были закрытия 25 метров по факту у нас там перешейк такой на территории мы думали закрыть его полностью но материалов не хватило закрыли только 15 метров сейчас еще на дыбы ли еще 4 метра материалов будем доделывать еще один пролет имитации стены получился такой муляж крепости так как все стоит денег от болтов саморезов транспорта и материалом запас финансов хватило только на это кстати особо я не люблю конечно просите ну и вообще так как у меня проекты развиваются у меня скопилось много материал еще на новые ролики буду выпускать показывать у меня сейчас добавляется еще плюс ко всему поездки на чермет и их тоже буду освещать и буду рассказывать и показывать что я надыбал в начале ролика на черметах что мне попалось в руки чисто прошу помочь развитию каналов вот так как я на нем не зарабатываю ну так скажем донатами благотворительностью я не знаю как еще назвать пожертвованиями если кому сколько не жалко можете в принципе закидывать я в дальнейшем скинул номер карты и конечно ну поможете поможете не поможете что и говорить как говорится будем дальше развиваться все равно можете ставить лайки или дизлайки комментировать и я пока еще и кого-то не зарабатываю с ютюба можете покажется еще раз поправили попрошу я внести свой просто свой непосильный клад в развитие музея потому что весь материал который есть в музее который закупается на наши деньги что мы скидываемся много чего ломается выходит приходит в негодность потому что приезжают различные группы которые мы пока дети взрослые которые мы показываем шоу программы организовываем экскурсии как раз нам приходится иногда восстанавливать сломанные части там от бердышей и вот мне саблю недавно так это немножко покромсали так скажем я давал на эксперименты и вот и вот это все приходится в негодность рано или поздно и приходится это все восстанавливать что-то там докупать подкупать а это все стоит денег я не могу лично себе позволить того чтобы он распыляться на все у меня на все не хватит денег вот я например сейчас собрался ближайшие на перспективе ближайшем будущем делать кузню как бы мне нужна наковальня нашел себе наковальню надо покупать но сейчас пока не могу себе позволить покупку наковальню еще такие тиски есть тоже продаются для кузнечных всех этих приспособ вот ежу по черме там собираю мне нужный материал дальнейшем буду делать какие-то облегчающие жизнь приспособы всякие танки может быть еще не знаю там всякие приблуды которые будут упрощать жизнь по изготовлению каких-то изделий но еще раз повторюсь на все это нужны деньги плюс надо развиваться закупаться дальше по поводу музея материала и как бы я не могу оселить это и как бы просьба такая к зрителям если есть возможность помочь помогите буду очень рад на так в принципе в ролике вы в дальнейшем увидите конечный результат крепости что получилось фестиваль ему провели принципе все удачно ребятам понравилось ну и на этой как говорится ноте буду заканчивать свое вещание а вы смотрите дальше ролик ну что он всем спасибо и пока сейчас короче буду делать из этих досок пол на вышку пол будет значит щитом одним большим щитом укрываться сразу ставится укрываться и будет засверливаться на 4 там и на 6 саморезов но чтобы он фиксировано уже был не ходил не могли оторвать наглухо буду его делать значит доски я подготовил сейчас по на по нужной длине напилю их и уже буду собирать пол так процесс идет вот я уже обшиваю 5 досок есть вот в принципе да получается немножко щелями но в принципе в целом очень даже хорошо и неплохо вот вышка стоит пока еще не затянуто капитально есть небольшой люфт вот но уже меньше потому что вот эти вот сбиваются соединяются все доски уже как бы более жестко как ребро жесткости завтра надеюсь все таки я доделаю вот еще есть доски кое-какие постараюсь дошить ее до зашью и уже и уже насть займусь крышей в целом получилось вот такая вот вышечка разборно сборная ну уже потом покажу конечно конечный результат когда она получится кто есть уже собрана сюда еще думаем одну ступеньку сделать вот сюда вот вниз такую же еще одну бахнуть и плесеньки то есть раз на них первый раз два и уже забрался на подиум подиум поднимается но это я потом покажу все вот и убирается и получается такая коляска но уже дальнейшем покажем как это будет как с человека внутри будет как это будет все выглядеть уже когда будет человек внутри стоит все смотрим дальше 还有 вот здесь вот третийắng но здесь все смотрите что такое вот здесь вот так вот некий цветовый классический варенье до кл.б. на костюмах, формой, тормяк и тормяк и тормяк и тормяк и тормяк и тормяк и тормяк, и тормяк. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Не доделано немножко, но мы ее подкорректировали, выровняли. Сегодня собрали с ребятами вторую половину вышки. Надо будет сейчас полом заниматься и крышей. Что хочется сказать? Что хочется сказать? Сейчас вопрос будет становиться по поводу ворот. Промежних пролет. Надо будет делать. Сейчас будем думать. Фестиваль состоится через 15 дней. Уже движение идет. Хотя бы еще успеть сделать. Да мне, мы успеем в любом случае. Вот крыша. Конструкция разборно-сборная. Одна половинка, вторая половинка. Она в пазы становится. Поднимается это. Потом поднимается каждый щит. И делается. Вот. Продолжение следует. Что у нас получилось? Значит, рубаха в жопу засучилась. Вот и это получилось. То есть, перенесли сюда на асфальт по причине того, что у нас там оказалась неровная поверхность, немножечко бугорок. И, значит, вот эти доски, которые сейчас с горбой пришиваем, он идет в нахлест. Значит, и по причине этого произошел перекос. Сейчас отнесли на асфальт, поставили ровненько. Уже прямо пошло то, что надо. И будем нашивать дальше. Я думаю, процесс весь этот показывать я не буду. Все, что уже, наверное, сборку я покажу, может быть, на месте. Может, не покажу. Не знаю, как получится по времени и по сборке. По всей этой, что будет. Но уже в дальнейшем покажу, что получится. Вот так вот заполняется полигонку сейчас пролет, как мы видим. И уже будет, когда целый он будет, тогда я и, наверное, вам покажу, как он будет. Продолжение следует... 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 футбол кричат болельщики гол сейчас чуть под наклонилась пишут а сторона ушла вниз футбол кричат болельщики гол сейчас футбол кричат болельщики гол сейчас футбол кричат болельщики гол сейчас футбол и футбол 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 пролеты остались мантелеты сейчас спустимся вот так это выглядит все ворота открыты пока все смотрится нормально зад будем штурмовать все дело а вот здесь еще вот этот пролет будем делать засеку на засеченную черту вот тут карандаш и поставим чтобы не лезли вот так это выглядит конструкция наша моя подумал вот изнутри сюда еще поставим козлы народ будет стрелять стоя еще вот здесь вот дополнительно через верх и Ну что, вот отфестивалили, в принципе, все нормально прошло. Засеку убрали, немножко сделали приборочку такую, ну потому что завтра все это будем грузить. Пока все вот так вот стоит, потом придется дошивать мне вышки, наверное, доделывать. Ну все отстояло, хорошо себя чувствует, в принципе ничего не сломалось, надо будет только навести порядок в целом. А уже сам фестиваль, концепцию я покажу, либо вставлю в начале немножко, либо уже в концу. Так вот спереди вы и видели, вот изнутри. У нас сколько хватило ресурсов, настолько было сделано. Ладно, все, всем спасибо и пока. В принципе, прощаемся со вторым фестивалем Елецкий набат. И уже в дальнейшем будем развивать это все дело и уже по возможности расширять, может быть, место будем пробивать какое-то, не знаю. Ладно, всем спасибо и пока.